Ждет встреча с увлеченным человеком, человеком слова и дела. Представитель родительского комитета средней школы номер один класса предшкольной подготовки Инны Юрьевны, которая поделится идеей прекрасного челленджа и о том, как можно насыщенно проводить, как она сама говорит, карантикулы. Естественно, мы находимся в условиях карантина и наша встреча будет в режиме онлайн. Инна Юрьевна, доброе вам утро! Доброе утро всем! Инна, расскажите, пожалуйста, как вы проводите свое время во время карантина? Мы стараемся немного гулять, конечно. Посещаем окрестности, которые раньше не посещали. Все это стараемся запечатлеть на камеру, снять на видео. Вообще дети очень непредсказуемые и хочется все запечатлеть действительно. У детей, наверное, у самих тянутся ручки что-то сфотографировать. Да, сейчас дети такие. Дети очень талантливые сейчас на самом деле. Буквально через несколько дней вся страна будет праздновать светлый праздник – 75-летие Великой Победы в Отечественной войне. Набирает обороты конкурсы, акции, посвященные этой дате, в которых подрастающее поколение чтит память и выражает свою благодарность ветеранам Отечественной войны. Инна Юрьевна, расскажите нам, как возникла идея организовать челлендж с дошколятами? И кто автор? Ну, начну с того, что 9 мая очень значимый для нашей семьи праздник. И мы ежегодно посещаем парады. И сейчас в режиме карантина мы понимаем, что не будет парада, никак не будет отмечен этот праздник. Это просто невозможно. И мы с ребёнком запустили челлендж. Это сейчас очень такое популярное направление. Из всех приложенных стихов ребёнок выбрал себе по душе. И мы разоснали, в общем-то, по знакомым, по друзьям, группы челлендж. И я не ждала такого быстрого ответа. Понимаете, если в обычной жизни происходит так, что надо всех собирать, на это уходит много времени, организационных моментов каких-то, то здесь буквально в кратчайшие сроки всё так быстро организовалось. И надо отдать должное деткам нашим. Понимаете, они понимают весь масштаб этого праздника, всё его величие. И в такие кратчайшие сроки выучить стихотворение, понимаете, вот в домашних условиях. Это очень сложно. Потом надо отметить родителей, которые проявили очень творческие свои какие-то задатки, понимаете, быстро нашли пилоточки. Как-то задний фон украсили, придумали, что можно включить телевизор, что это будет задний план для ребёнка, нарядный такой праздничный. В общем-то, трудности были, но как-то мы быстро с этим все справились. Получился у нас довольно-таки большой длинный видеоролик, 8 минут. Детки все очень разные, но настолько искренние. И вот их передача самого стиха, она неповторима. То есть один и тот же стих они читают совершенно по-разному. Когда создавался видеоролик более короткий для эфира в вашей телепередаче, мы выбирали больше по звучанию, по тембру, чтобы всё было громко, ну, одинаково такое для восприятия слухового. Что хочу ещё отметить, что вот в таком формате детям очень нравится работать. И мне доставило это очень большое удовольствие. И я так думаю, что не стоит останавливаться на этом, что-то искать какие-то новые пути. И в современном мире у нас возникают очень креативные и порой такие непредсказуемые идеи, которые мы боимся воплотить. Но я призываю родителей, чтобы они поддерживали рвение своего ребёнка, чтобы не оставались в стороне, потому что ребёнок без вашего участия ничего не сможет сам сделать. Поэтому пытайтесь, пробуйте. Вот мы с детьми хотим сделать такой, может быть, не ролик, может быть, подборку, просто фотографии. Как мы проводим каникулы вот эти, да, карантикулы. Как мы занимаемся во время, как мы просто занимаемся вот эти занятия. Как он корявенько пишет, как он непопад отвечает что-то, да, на казахском, на английском. Как это всё записывается, потом это будет такая интересная подборка. Всё это закончится когда-то, а вот эти все моменты у нас будут запечатлены, собственно говоря, в домашнем архиве. Ну да, фотографии очень интересные. И как раз таки Инна, вы, да, авторы этих фотографий самостоятельно своими руками это сделали. Ну да, отлично. Я думаю, сейчас как раз таки самое время посмотреть тот самый видеоролик, который вы нам приготовили к этому великому празднику. Но мы это сделаем немножко попозже. Пока что нам ответьте, пожалуйста, на вопрос. Сложно ли было организовать к участию таких маленьких деток? Нет, вот это и поразило, понимаете. Им всего лишь 6-7 лет. И понимаете, как они это всё рассказывают. Вы просто вслушайтесь, посмотрите в их глаза. Они понимают на самом деле смысл всех этих великих слов, понимаете, призыва. Особенно мальчик, который говорит, мы за тебя, Казахстан, всех поставим в угол. Понимаете, он понимает, он так это всё говорит, бойко. Нет, не сложно абсолютно. И, конечно, поддержка родителей. Спасибо им огромное. Я не думала, что это так всё организуется. Быстро ещё раз повторю. Будем стараться и будем пробовать. Впереди много праздников. 1 июня, 25 мая. Возможно, что-то у кого-то будут свои идеи. Воплощайте их. Ну, здорово. Конечно, у каждого ребёнка вдохновение есть какое-то. И родители помогают. На самом деле поддержка родителей очень играет огромную роль. Вот это вселяет ту самую ответственность в ребёнка, который делает что-то. И воплощает идеи. Да, я считаю так, что настроение родителя всегда передаётся ребёнку. Вы понимаете, если мы весёлые, если мы активные, позитивные, у нас дети будут такими. Если мы пассивные, соответственно. И я хочу вас призвать, собственно говоря, быть активными, быть весёлыми, чтобы детство наших детей продолжалось. А ведь всё, мы живём дальше, ничего не меняется. Скажите, Инна, а ребята самостоятельно произведение выбирали? Или всё-таки в большем случае родители всегда помогали и дети опирались на их помощь? Я думаю, что самостоятельно. А единственный стих, который прозвучит в конце, это неизвестный автор. Его предложила девушка из нашего класса. Очень проникновенный стих. И вот он был поделён между детьми. А так, я думаю, что сами. Хорошо. Ну, давайте вот именно сейчас и посмотрим этот видеоролик. Хорошо. Вспомним всех поимённо. Горем вспомним своим. Это нужно не мёртвым. Это надо живым. Я Абукира Былай. Ученик школы-лицей номер один. Города Кустанай. Напускаю челлендж к юбилею. Великой победы. Челлендж о войне. Я в солдатчики играю. У меня есть пистолет. Их и танк, и есть и сабли. Я большой, и мне 6 лет. Я в солдатчики играю. Это детская игра. Но я это твёрдо знаю. Создан мир, нас ждёт добра. Чтоб войну не знали дети. Чтоб мир не вошло. Я слышу, чтоб игрушка навсегда пехотный взвод. Мы живём в любви и мире. Без бомбёгов, без войны. Наши ветки наплывали. Уловы нет всей страны. Поздравляем ветеранов. Им спасибо говорим. Память о победе главной. Своё сердце сохраним. Чтоб тогда нас не было на свете. Тогда дремел в союзе, страя в тварь. Солдат в Адрелой планете. Идем в Майя, победа в Майя. Чтоб тогда нас не было на свете. Когда победа в доме пришли. Солдат в Майя, слава в Адрелой планете. Отчастью в Майя, отчастью в Майя. Майя, сейчас весна, отчинела до новой мяты. Сегодня убрасываю в могилку. Вспомню тех, кто на месте. День Победы 9 мая. Тиранов, родных поздравляем. И спасибо за место. Никто не называет войны. Ты меня. Я минусь, только очень жди. Жди. Когда морозе грустят, солнце и дожди. Жди. Когда снега ведут, жди, когда жена. Жди, когда других не ждут. Подобой вчера. Бабушка моя, темни в войне. Служила френдоводной сестричкой. На старой фотографии видны, как пилотки, тонкие газички. А в день по деду, деду своей. Мой папа попу новую подать. И я рисунок сделаю ему. И подойду ей все в окружный садик. Пусть дольше ветераны пошут. И капают всем дождик на лесничке. Пусть всем на свете песенки поют. Задорные, веселые, синички. Стана моя, да лучше я и стар. И стала всем народом лучшим другом. Кто тебя берет, Казахстан. Да бог за тебя поставит угол. Да, вот они чудесные последние строчки. Всех в угол посадим, кто будет плохо себя вести. Конечно, после просмотра этого видео становится очевидно, что проделана колоссальная работа. Дети настолько вдохновленные. У них эмоции, чувства. И вы, Инна, очень вдохновленно говорите о детях, о любви к детям. Я думаю, Инна, вы очень любите детей. Как все родители. Ну, как все родители. Вы всех любите, в общем, детей. Да. Вдохновляетесь ими. Они, конечно, вдохновляют вас. И вы вдохновляете их. Собственно, как планетой было и задумано. Ну, конечно, это воплощение нашлось и в следующей теме. В теме фотографий, да, как я уже раньше упоминала. Инна, расскажите нам немножко. О своем детище. Вы начали недавно заниматься фотографией, правильно? Да, ну, это произошло так, знаете, в общем-то, спонтанно. Потому что я сейчас не могу заниматься своим основным видом деятельности. Я посвящаю себя детям. И это мне доставляет удовольствие. И общение с детьми, и фотографировать их. Ну, я остановилась пока на этой профессии. Надеюсь, я буду в дальнейшем только совершенствоваться и заниматься конкретно этим. Отлично. А композиции ваших фотографий постановочные или случайные? Нет, это все естественное. Дети, их не надо каким-то образом садить, усаживать, говорить, как повернуть головку. У них все это происходит на уровне интуиции. Они такие, какие они есть. И вот поэтому с ними очень интересно работать. Ну, да, самое главное, чтобы еще и хороший результат получался. Да. Что и на я, думаю, самое время призвать наших телезрителей участвовать в подобных челленджах. Вдохновлять своих детей. Рассказывать им историю нашего мира, нашей страны. Благодаря чему они сейчас могут спокойно дышать, любить, ходить. Обязательно. Воспитывать патриотов надо, прежде всего. Надо знать свою историю, надо знать свои корни. И из уст родителя только бабушек и дедушек, ребенок может это все постигнуть. Инна, ну, я вам тоже желаю побольше вдохновения. Творческой сферой вы занимаетесь. Творчество требует очень много вдохновения, терпения и сил, чтобы муза вас какая-нибудь посещала. И, конечно, побольше интересных челленджов. Даже они могут быть не к праздникам. Просто какую-то тему интересную развивайте, чтобы и наши детки вместе с вами развивались. Спасибо. Спасибо и вам большое, что встали сегодня, присоединились к нашему прямому эфиру, к нашей программе. Конечно, не очень легко общаться по скайпу. Для нас больше все-таки привычней, когда гость сидит у нас в студии, и мы воочию разговариваем, видим друг друга, переживаем эмоции, так сказать. Но в любом случае, спасибо, что вы с нами. Удачи вам и побольше успехов. Спасибо. До свидания. До свидания. А я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях представитель родительского комитета средней школы номер один класса предшкольной подготовки. Инна Юрьевна была с нами сегодня, рассказала о челлендже. И очень интересно. Оказывается, это видео еще было коротким. Есть еще более длинное видео данного челленджа. И вы, дорогие друзья, принимайте участие. Вдохновляйтесь праздниками. Вдохновляйтесь Днем Великой Победы. Всегда помните и, конечно же, гордитесь. Продолжаем нашу программу.